Добрый день! Я Оксана Хлебородова, архитектор, ландшафтный дизайнер. Мы с вами находимся на территории ВДНХ, в совершенно великолепном латвийском сквере. И сейчас этот сквер получил немножечко новую жизнь. Здесь проходит фестиваль садов, сады и львов. Мы размещались с садами на площадке парка «Сокольники», в этом году на площадке ВДНХ. В этом году в фестивале примет участие около 30 садов. Это включая и конкурсные сады, и площадки партнеров. Будет проведен конкурс садов на тему «Время в саду». Мне кажется, сейчас в обществе происходит такой процесс переосмысления исторического, наверное. Мы переосмысляем именно время, пребывание страны в каком-то пространстве, в каком-то времени, нынешние ситуации, нынешние положения. Вот тема времени, в принципе, очень актуальна сегодня в обществе. Время – это философская категория. Она так или иначе воплощается в разных видах искусства. Например, у Pink Floyd есть такая композиция «Тайм». Известная аллегория времени у Сальвадора Дали. Образ часов и вообще образ времени в фильмах Тарковского. Вот утекающая вода – это тоже утекающее время. Каким образом эту категорию отразить способами ландшафтного искусства – это очень интересно. И мы надеемся, что будут открытия. Итак, мы находимся на нашей выставочной площадке. Кое-что уже смонтировано, и такое впечатление, что смонтировано уже практически все, но это иллюзия. Основная работа – это доведение деталей до той кондиции, которая нам нужна, потому что здесь мы делаем природный уголок. С этой стороны мы будем монтировать настил из декинга, с этой стороны у нас будет дикая природа. И вот сейчас вот большие камни, которые лежат, и лежат они вот таким каскадом. Тут действительно будет каскад, будет стекать вода с этих камней. И самый главный наш элемент – это солнечные часы, которые мы смонтируем. Пока еще не решили, на самом деле, на каком камне, но там будет действительно шкала такая древняя, и которые часы будут показывать действительно время, насколько нам позволит погода, потому что надо, чтобы было солнце. И я думаю, что вот такой общий образ, знаете, такой вот границы цивилизации и границы нетронутой природы, вот он должен здесь получиться. Вот эти великолепные каменные глыбы – это на самом деле мрамор. Это необработанный мрамор, вот так он выглядит, и мы все привыкли к мрамору полированному. Отделка метро, ступени, дворцы – все это мрамор. На самом деле, это вот этот мрамор, он именно такой изначально. Камень ехал издалека, и вот эти вот глыбы – это действительно то, что нужно. И мы еще хотели оставить такой очень деликатный цвет, то есть весь сад у нас такой беловатый-сероватый, декинг тоже серый, мрамор с серыми прожилками, немножко серебристые растения. То есть вот как-то пока все получается очень в тему. Уже третий год мы стараемся сделать такое событие, которое соберет на одной площадке зеленую отрасль. Здесь представлены, ну, безусловно, ландшафтные дизайнеры, которые делают прекрасные сады. Здесь представлены растения различных российских питомников. Здесь представлена продукция многочисленных спонсоров, которые представят нам газон, щебень, песок, там, строительные материалы, еще что-то, еще что-то. И мне кажется, сам вот этот процесс собирания такого пазла на одной площадке, он очень важен. В любом саду, особенно выставочном, должны быть какие-то приятные изюминки. И в нашем саду это будут туманообразователи. Наш партнер и Оля Евдокимова подготовили для нас туманообразовательную установку. Оля, расскажите, пожалуйста. Система туманообразования. Это под высоким давлением капля воды превращается в туман. За счет этого оживляя ландшафт. Такой будет загадочный туман вокруг водоема, стелится по воде. Я надеюсь, очень красиво. И, Оля, вот эта тоненькая трубочка, да, и на ней маленькие туманообразователи. Их может быть сколько угодно, она может быть длинная на весь сад, или это какая-то маленькая должна быть. Мы можем весь сад сделать в тумане? Это более высокое давление идет. Получается там, соответственно, более длинная трасса. Форсунки идут высокого давления. И растягиваем хоть тысячу квадратных метров. Оля, а как это подключается? Это просто втыкается в розетку или надо монтировать установку? Что для этого нужно? Можно и самим смонтировать, можно и профессионалу пригласить смонтировать. Как бы для этого нужен подвод воды и электричество. Ориентировочно от полутора до двух и два киловатта достаточно будет. Вот и обычная водопроводная вода. Давление нужно какое-то особенное? Ну, три бара водопроводная вода обычная давление. Также можно делать, если мало ли проблема с водопроводной водой, поставить емкость, и также она под давлением просто наполняет емкость, и под давлением также будут туманиться. Как все просто, и как все здорово. Оля, спасибо большое. Жюри конкурса садов этого года возглавит Энни Гилфайл. Энни – садовый дизайнер, основатель компании Creative Landscapes, директор отделения садового дизайна в школе дизайна в Хамптон-Курт-Пелос. Также фестивальные работы будет судить Марио Буничелли, ландшафтный архитектор, организатор фестиваля садов в Бергамо. Помимо иностранных коллег, также в жюри вошли и российские специалисты. Виктория Дормидонтова, Екатерина Ожегова, Владимир Колесник. Ландшафтные фестивали очень важны. Они важны для дизайнеров, чтобы показать коллегам и публике свои идеи и сады. Это сложная задача, так как приходится собирать сад для сиюминутного эффекта. У дизайнера нет времени улучшить его. Я считаю, что фестивали – это хорошая платформа для начала карьеры и чтобы выпустить свои идеи в мир. На том месте, где я сейчас стою, будет декинг, и будет костровище, и будет чаша, в которой, в принципе, можно разводить огонь. Будут, естественно, скамни, на которых можно сидеть, и даже такая лежанка среди вот этих кедров. Лежанка тоже с подушками, на которой тоже можно хорошо отдыхать. В таком закутке, когда ты сидишь наедине сам с собой, с природой. И вот здесь мы сделаем несколько таких именно изолированных, уютных уголков. Мы выбрали специально такие вот видовые растения для нашей композиции. Вот все то, что вы видите, вот эти сосенки – это то, что называется кедр. На самом деле сосна кедровая сибирская. Это наши родные сосны, привезенные действительно из Сибири, из тайги. И вот эти вот кедры, ну, естественно, кедр, он создает особую такую атмосферу. То есть вот кедровый запах, его ни с чем не сравнить, он совершенно великолепный. И вот смотрите, мы специально такую вот выбрали разную высоту деревьев для того, чтобы такую создать иллюзию, что эти растения насеялись сами. То есть сидит большая сосна, она бросает шишки, рядом вырастают более молодые сосны. То есть вот такая вот естественная натуральная посадка всегда очень по-природному выглядит. И дальше эти сосны переходят уже в более экзотические хвойные. Экзотические, но все равно они сидят тоже так вот очень по-природному. Это туя складчатая. Она не очень характерна для, естественно, для подмосковных лесов, но это и не подмосковные леса. То есть немножко экзотический камень, немножко экзотические растения, и все. Мы погружаемся уже в какую-то немножко такую сказочную атмосферу. Сказочную, но все равно очень натуральную. И еще нам очень повезло с задним фоном. Мы специально выбрали это место. Здесь растет орешник, лещина, совершенно колоссальной высоты. И здесь очень много белок. Они грызут эти орехи, они кидают скорлупки. То есть какая-то такая у них социальная жизнь очень бурная происходит. Поэтому, знаете, как-то погружаешься в эту атмосферу невольно. Но, кроме того, вот чисто с дизайнерской точки зрения, вот эта вот живая изгородь из орешника, такая высокая, она дала великолепный фон для нашей композиции. И почему еще мы выбрали вот эту туя складчатую? Потому что она светлая, она такая желтоватая, салатовая. И она смотрится таким очень эффектным силуэтом на фоне темной живой изгороди из лещины. О чем еще хочется сказать? Этот сад, несмотря на то, что он выставочный, он совершенно спокойно может перекочевать на любой дачный участок. Здесь у нас площадь полсотки. У нас, ну, примерно 6 метров на 8. И на этой половинке сотки мы, видите, смогли сделать и тайгу, мы смогли сделать и водопад, мы смогли сделать и каскад. И дальше с тыльной стороны будет еще одно место отдыха с такими подвесными креслами. Вы знаете, вот это много, то есть полсотки это уже много. И для таунхауса этот сад подойдет, и для какой-то территории в городе этот сад подойдет. И даже на большом участке можно сделать такой уютный уголок, но это будет именно уголок. То есть это просто для такого маленького, аккуратного кулуарного сада. У нас участвуют самые лучшие, самые яркие ландшафтные дизайнеры, ландшафтные архитекторы. Мы очень рады, что вокруг садов и людей собрались такие интересные, незаурядные, очень разные личности, каждый из которых может сказать свое слово в ландшафтном искусстве. Все сады очень разные. Вот каждый сад, конечно, это воплощение его автора. Это, вы знаете, когда люди работают за деньги, когда строят сады, обычно строится сад такой, как нужен хозяин. В случае с выставкой у каждого ландшафтного архитектора есть затаенная тайная мечта воплотить вот то, чего вот невозможно воплотить за деньги на частном участке для живой жизни. Вот поэтому будут сады концепции, будут неожиданные решения, будут сады идей. И я думаю, это все будет иметь большой резонанс и в профессиональной прессе, и в интернете. Должно понравиться всем посетителям. Бывают разные выставки. Бывают выставки концептуальные, бывают выставки из очень таких утилитарных и понятных людям вещей. Я думаю, что выставка «Сады и люди» не вполне еще определилась со своей специализацией. То есть можно будет встретить и какие-то яркие, необычные концепции, которые совершенно неприменимы в обычной жизни, но которые выражают мысль, идеи, какое-то движение моды в ландшафтном искусстве. А с другой стороны, безусловно, вот уже на этом этапе, когда застройка видно, что есть много ярких, интересных решений, которые абсолютно можно использовать в своем доме. Выставка наша для всех. До открытия фестиваля остается несколько дней. Все дизайнеры усердно трудятся, несмотря на дожди. Тему – время. Каждый дизайнер чувствует по-своему. Кто-то видит в этом воду, кто-то застывшие часы, детство, а кто-то даже слышит музыку. Ландшафтные дизайнеры Наталья Борисова и Евгений Корнеев выбрали темой своего сада «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Это своеобразный музыкальный дневник композитора, отражающий его характер, переживания. В музыке угадываются бескрайние просторы и картины русской природы, деревенский быт, петербургские городские пейзажи и белые ночи. Сад посвящения – это наша благодарность великому композитору, делятся дизайнеры. Я бы хотела сказать несколько слов о том, зачем нужны сады. Мы давно работаем в этой сфере и очень часто приходится сталкиваться с интересным отношением к городскому озеленению. Знаете, это как будто какой-то такой бантик ненужный, но кто-то заставляет его туда приделать. Ладно, мы плюясь, крестясь и ругаясь, что-то там сделаем. А на самом деле, в общественном сознании, в понимании многих чиновников, вот важно плитку положить, важно скамейки поставить, важно все застелить бетоном от забора до горизонта. А деревья копим кривые, косые, дохлые, выкопаем из леса, посадим, не глядя, дальше они сдохнут, дай бог с ними. На самом деле, правильное озеленение мегаполиса, вообще населенных пунктов, очень важно. Ученые, социологи проводили целые исследования и сделали интересные выводы. На правильно озелененных городских территориях население чувствуется совершенно иначе. Снижается преступность, снижается ДТП на дорогах, снижается, страшно сказать, количество абортов, снижается количество больных людей, в том числе больных детей. Это не придумано, это исследования проводились в Америке. Кроме того, растет стоимость жилья на тех территориях, которые правильно озеленены. Есть цифры, вот я их сейчас на вскидку не помню, но это реальные факты. Они малоизвестны широкой публике, и очень важно, чтобы люди понимали, насколько важно, насколько значимо жить среди зеленых деревьев, жить среди красивых растений, а не среди бездушного стекла и бетона. И, собственно, вот наш фестиваль, он об этом. Мы хотим создавать пространства, в которых люди будут дружелюбны, в котором люди будут относиться друг к другу с уважением, с симпатией, с любовью. Мы хотим создавать пространства, в которых снижается агрессия. Мне кажется, это настолько актуально сегодня, что, в общем, даже сложно переоценить значение грамотного и правильного и комплексного озеленения. Сажая растения, мы смотрим в будущее. Вот мой питомник выращивает деревья. Это классно? Я уйду из этой жизни. А деревья будут жить 10, 20, 30, 40 лет. И после нас останутся тысячи деревьев, десятки тысяч деревьев. Таким образом, люди, которые занимаются садоводством, люди, которые занимаются зеленой темой, они прокладывают эту дорожку в будущее. Они дают возможность детям, внукам жить в красивой среде, среди достойной человека, а не среди мусора, хаоса и дисгармонии. Сад «Черный куб» вдохновлен знаменитой картиной Казимира Малевича «Черный квадрат», который стал манифестом нового языка искусства, отказавшись от реалистичности, пользу простоты форм и цвета. Попадая в сад, посетители спускаются по откосу к беседке Малевича. По обе стороны от них абстрактная сцена, представляющая лесной пожар. Сам павильон отделан сгоревшей древесиной, и эта часть сада является символом восприятия мира взрослыми. Павильон работает как машина времени. Оттуда посетители могут взглянуть глазами ребенка на сад снаружи, где буйствуют луговые посадки. Как выглядит готовый сад, мы покажем вам в одном из следующих выпусков. А пока вернемся к саду Оксаны Хлебородовой. Пошел дождь, а некоторые продолжают работать. Мы монтируем настил, мы досаживаем растения, и вот те растения, которые вы видите вокруг меня, тоже ждут своего часа. В принципе, весь сад в такой моей любимой чуть серебристой гамме, зеленоватой, желтоватой, голубоватой. И кроме хвойных растений, конечно, мы сажаем и лиственные тоже. Из лиственных растений то, что сюда идеально вписывается, это пестролистные дерины, но не сильно пестролистные. И мы не сажаем элегантисуму, мы сажаем сибирика в аригату, у которой тоже белое окаймление, но только более тонкое. Из хвойных растений вот еще очень хочется сказать. Смотрите, туя филиформис. Это туя, которая, в принципе, большая. Она характерна чем филиформис, нитевидная. У нее очень длинные тонкие побеги, свисающие. Но мы сажаем не взрослый экземпляр, а мы сажаем много маленьких. И она у нас будет выглядеть как травка, как такая какая-то экзотическая горная непонятная растительность. Как акцент у нас идет желтолистная туя. Это тоже маленькие туйки санкист, которые тоже крохотные. И мы их тоже сажаем, знаете, как тоже шишечки насеялось. Вот сажаем такой порослью, и она между камнями у нас будет составлять такую куртинку, но очень яркую. Вот она желтая такая, солнечная. И просто для акцента немножко нам надо. Я понимаю, что это немножко отступление от темы. Все-таки это неприродная вещь. Но вполне в природе могла произойти мутация. И появилась желтолистная туйка. Вот она тут размножилась, вот она тут растет. Так что тоже все может быть. Как видите, у нас тут рабочая обстановка. Монтаж сада продолжается. А мы пока что с вами прощаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...